Девушки отдыхают Он тренирует в своей конюшне лошадей от молодого возраста до Большого Приза. Его опыт в прошлом в Большом Призе, он работал с джазом, с жеребцом. Он был интересный опыт, потому что это лошадь с особенным характером. Это было удивительное время, очень хороший опыт он получил в работе с этим конем. Он был в национальной сборной Голландии, и на Олимпиаде в Пекине он был в запасной команде. Он также занимается разведением. И в штутбуке КВП «Девять лет» он был специалистом по разведению именно лошадей по выездке. Он создал Кубок Пава, придумал его, чтобы найти, выявить самых талантливых молодых лошадей. И таким образом выбрать лучших лошадей для Вердена, для чемпионата мира. Ну, этим он занимался в прошлом. А сейчас он вам расскажет сегодня о тренинге, о том, как работать в выездках лошадей, о разных системах работы. У него есть на протяжении последних лет, есть опыт работы с российскими всадниками. В России существует однозначно культура выездки, своя. И существуют настоящие конники. Есть разница в работе между тем, что они делают в Голландии и тем, что делается в России. Это интересно, я думаю, это интересно обсудить и поговорить об этом. Относительно выездки существует много разных мнений. И всегда интересно послушать разные мнения, обсудить это. Он хочет вас кое-что спросить. Когда у вас есть вопросы. Или если вы не соглашаетесь с чем-то. Потому что всегда в выездке, всегда очень много сомнительных вопросов. Может быть, это немножко странно. Было бы странно, если бы все были согласны со всем в этой комнате. Но с уважением. Мы можем обсуждать спорные моменты. Не ждите, если у вас есть другое мнение. Может быть, он вам откроет что-то новое. Но, может быть, и вы ему что-то новое откроете. Хорошая вещь в выездке. То, что человек живет слишком мало, чтобы хорошо научиться ездить верхом. Мы можем использовать весь опыт, который есть. Вместе. Он действительно хочет подискутировать. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и активны. Я могу, может быть, дать пример. Кто из вас слышал об ролл-кюре? Ну, вот давайте поговорим о ролл-кюре. Например, кто-нибудь слышал об этом? Все слышали? Да, окей. Ну, там есть много дискуссий. Они говорят, что они хотят попробовать. Они хотят попробовать. Да, я могу попробовать. Но мы можем обсуждать. В Голландии. Особенно в Германии. Очень много споров по этому поводу. О традиционном и классической выездке. И новым способом тренинга. То, что представляют Анки ван Грюнсвен и Шеф Янсен. Но они же успешны. И есть разные мнения о том, как они добиваются этих результатов. Но об этом все говорят и об этом спорят. Окей. Через некоторое время я покажу видео. Это не о ролл-кюре. Но это о том, как научить лошадь двигаться через спину. Как разминаться. Его опыт в России таков, что много лошадей знают все упражнения. как пиафы, пассажи, ленки, пируэты, боковые движения. Но это не проблема ни для кого. Когда он приехал и начал здесь работать, он больше всего времени тратил. Тратил на то, чтобы мотивировать лошадь работать спиной, проходить через спину. Это не очень интересная работа, за которой интересно наблюдать. Интереснее и наблюдать, и делать упражнения. Но важно, чтобы лошади были действительно гибкими, готовыми, и чтобы работали всем телом. И когда вы работаете с лошадью, учите ее все время в одном и том же положении, немножко, допустим, вот так, или немножко вверху, и вы все время постоянно это делаете. В конце концов, лошадь делает все упражнения, но они постоянно при этом теряют выразительность и расслабленность. И для него это причина, почему он хочет поговорить о разминке и о базовой работе, которая вот в Голландии мы считаем очень важной. Мы много времени тратим на базовую работу, чтобы лошадь двигалась через спину. Давайте посмотрим одно видео, видео, нет. Кого? Виннер. Виннер. Я думаю, что это... Да, это нормально. Это нормально. Сан-Ремо Грибалди 10 лет 10 лет от Грибальди Мерин Лошадь с длинными линиями Выразительная лошадь Длинные ноги Длинная шея Длинная шея Обмускуленная шея Хорошая холка Немножко глубокая спина Но поясница Но поясница хорошая Глубокая спина Крепкая поясница Обмускуленная Прямоватые скакательные суставы Прямые ноги передние И он покажет Вот пример езды Вот на лошади С учетом Вот того Какая форма спины У этой лошади Он использует этот пример Чуть назад Он хочет показать Вот строение немножечко Воистковой лошади Потому что то, как Потому что то, как Сформированы лошади Зависит Вот как работает эта лошадь Как вам с ней работать Самое важное в выездке Это сгибание лошади А сгибание обозначает гибкость Нужно, чтобы сгибалось здесь Сгибание здесь Сгибание в спине Не так, как Не вогнутая А чтобы она выгибалась Немножко вверх Сгибание в пояснице Вот эта часть опускается вниз У Саши был прекрасный пиаф Все видели Сгибание скакательной суставы Должно сгибаться В передней ноге, естественно Нам нравится, когда лошадь через верх Проносит перед Поэтому сгибание в выездке Это очень-очень важно Не только округление Но не только прямые сгибания Но и боковые сгибания Чтобы бока сгибались у него хорошо Направо, налево Все вы видели всадников Которые едут Которые на одну сторону Зажатые лошади А на другую сторону Лошадь гибкая И тренингом Привести в порядок Обе стороны Можно это сделать Чтобы лошадь одинаково Ровно сгибалась в обе стороны Для него сгибание Очень важно У этой лошади Есть небольшая проблемка В спине Его опыт показывает Что когда Эту лошадь высоко поднимаешь вверх Вот с таким строением спины Вот эта часть спины Опустится вниз А крупный оборот Поднимется вверх Может быть Что лошадь будет Тогда скакательными суставами Работать не совсем корректно Но это не так Как мы с балагуром видели Такая лошадь не подведет зад Так как вот Мы видели на видео То есть Должна Спина Около подхолка И должна Подняться вверх А ноги Пойти под корпус А когда вы Такую лошадь Будете опускать Как действительно вниз Тогда мускулы в шее Они подтянут за собой Вот эту провисшую спину Вверх Если вы высоко поднимаете Голову лошади вверх Спина опустится А если вы Голову вниз опустите Соответственно Спина поднимется Спина поднимется И вот С таким сгибанием Он начнет работать Своей спиной И тогда ему будет легче Под себя подобрать зад Под телом Под телом Под телом Под телом Под телом Хорошо Извините Хорошо Хорошо Спасибо 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 Чтобы эта лошадь Подвела ноги Под корпус Соответственно Шея В любом случае Нужно будет поднять Вверх Что за положение Шеи Вверх Для того чтобы Эта лошадь Проблемы Примоваться Что за Любилан Да Шею От Подземлем Как Как У У У Сейчас он покажет, что делать. Потому что если только опущенный эту лошадь работать, вес никогда не перенесется назад. Но мы говорим, вот он сейчас говорит, вот просто о гибкости, о состоянии вот этой лошади. И когда лошадь умеет растягиваться вниз действительно хорошо, необязательно много это работать, если у лошади уже хорошо получается вытягиваться. Но когда я практиковал это в России, для него он видел проблему, что многие лошади работают вверху. Им нужен шпрунт, чтобы опуститься вниз. Для многих лошадей это очень трудно опуститься вниз. Он сравнивает это с собой. У него зажатая спина. Вот это все, что он может. Но лучше так, чем я буду than you. Да, лучше, чем если его пальцы будут касаться пола. Но он не может сделать больше, чем вот это. Потому что у него... Не потому что у него рук недостаточно, потому что у него спина неразмятая. Когда лошадь может коснуться земли, а когда они молодые, они все это могут. Они, конечно, в поле делают прекрасно это, отставляя одну ногу назад. Но они это делают всю жизнь, потому что они едят траву. Но когда вы сидите на лошади, это не так легко для лошади, не обладая достаточной силой, опустить лошадь вниз. Действительно вниз. Когда он это умеет делать, и когда ему это легко, тогда можно сказать, он гибок, и он вас слушает. И безо всяких усилий мы гимнастируем лошадь. Он показывает разные положения головы, иногда слишком глубоко, иногда просто глубоко. И вот отсюда мы можем вывести лошадь в любое положение. Это был шаг. Это был шаг. Сделаем переход в рысь. Покороче берем повод, короткий шенкель. Короткое касание. И нормальный, обычный рысь. Ничего особенного. Мы не просим его особенную рысь. Мы просим от лошади только, чтобы она расслабилась. Чтобы она сконцентрировалась на всаднике. И чтобы лошадь приняла контакт, следила за рукой. Идем в два повода, равномерно поддерживая равномерный контакт. Обычная учебная рысь. Не беря рукой на себя. Шнурочек вытащить. Да, это лучше. И вот из такого положения поделаем несколько переходов. Будем менять ритм движения. И будем двигаться более активно вперед или более медленно. Просим его держать себя. Чтобы в руках не было веса. Он должен своими ногами работать. Если лошадь слишком тянет вас, тогда он действительно сильно находится. Это значит, что он сильно находится напереду. Но в настоящий момент лошадь несет себя сама. А всадник нет веса в руках. Чуть-чуть больше открываем шею. И мы видим, как легко лошадь опускается вниз. И вот спина чуть-чуть приподнимается в этот момент. Потому что лошадь гибкая, мягкая. И спина у него расслаблена. И задние ноги имеют возможность, когда он слышит ногу, подвинуться еще больше под корпус. И таким образом он несет себя сам. Эта лошадь делает эти упражнения очень легко. Они много практикуют. Сейчас она очень сильно замедляется. Теперь снова двигается активнее вперед. И вы видите, что она не выжимает его ни руками, ни ногами. И вот очень-очень легко, вот с легким весом это все можно делать. Потому что лошади, этой лошади, делать это легко. Он не каждый день так работает с этой лошадью. Вначале, да, мы работали много именно вот этого. Потому что лошадь не умела это делать. Лошадь работала вверху. С очень короткой шеей. А когда вы давали ему руку, он вот так вот делал. Оставался там же. Ничего не изменялось в положении шеи. Он не следовал руке. Это значит, что он использовал только часть своих мышц. Сейчас работа на галупе. А на галупе работа та же самая. Сидеть расслабленно. В хорошем положении. Опущенные ноги. Расслабленное тело удлиненное. Мягкие руки. Иногда делать вольты, чтобы проверить, слушает он вас. Сгибание как раз. Иногда он чуть-чуть прибавляет. А если он не умеет этого делать, и вы просите лошадь активнее двигаться вперед, они поднимаются. И вы видите, что при таких упражнениях он больше сгибает скакательные суставы. Особенно, когда лошадь просит активнее двинуться вперед. И сейчас после галупа он тоже расслаблен. Он это практикует пока. Пока он не сделает это все направо, налево. Пока это не будет очень легко для него. Сейчас голуб налево. Я надеюсь, что он идет. Сейчас он ждет, когда будет. Галуп где-то, где-то тут. Обратите внимание, как лошадь сконцентрирована. Он абсолютно сконцентрирован на всаднике. Контролируем прямолинейность. Не только лошади, но и всадника. У многих лошадей есть проблемы, они вываливают или перед, или зад. Ну и всадники тоже вываливают. То одну, то другую сторону. Поэтому хорошо смотреть на себя в зеркало. Контролировать свое собственное положение тела. Наконец, голуб из Рыси. Легкая посадка. Не рабочая посадка. И всадник не работает телом. Если вы телом посылаете свою лошадь, тогда вы просто опускаете спину лошади ниже. Легкая посадка, расслабленная. А если он вас не слушает, то вот ответ в этой шпоре. Короткий шенкель, раз и вперед. Вот как девушка сработала. И тогда лошадь должна ответить. Смотреть на это. Но ничего эффектного в этом нет. Многие говорят, ну и? А вы попробуйте сделать это завтра. Это не так просто. Особенно, если вы уменьшите давление на лошадь. Достаточно уже мы этого посмотрели. Может быть, чуть-чуть еще вперед промотай. А теперь вот он ответит на твой вопрос. На этом видео. Сейчас полностью расслаблена лошадь, вытянута. Многие всадники, даже те, кто на лошади вытягиваются вперед, а как поднять ее вверх-обратно? Потому что лошади, в принципе, внизу очень нравится. Вы не можете поднять его. И затылок высшая точка. Абсолютно другая лошадь. Чем первая лошадь была опущена вниз, под горку. А сейчас посмотрите, как легко он работает в самом верху. И вы помните, какая рысь у него была в начале? Вообще ни о чем. Очень простая. Вы видите, вы пришли с такой лошадью в России, чтобы показать, в такой простой способе. Это слишком просто. Я не могу представить. Он может представить, какое впечатление она бы произвела с такой рысью на нас. Но так же, как и спортсмен. Начинает с расслабленности, с простой работы и усиливает ее, усложняет ее. В начале легко, но под контролем. Никогда не убегать, но активно работать. Сейчас чуть прибавит. Важно иногда прибавлять. Чуть-чуть плеча внутрь. Посмотрите, он хорошо движется. Задние ноги идут по линии. Не слишком сильно сгибается. И вот та подготовка, которую мы делали с жеребцом на предыдущем виде, подготовка к приниманию, чтобы добиться вот такого сгибания в теле. Многие лошади слишком идут вбок на принимание. Они не могут нести себя в таком случае. Сначала все-таки должны идти передние ноги на принимание. Чуть-чуть, может быть, хотелось бы больше сгибания. По активней. Иногда лошади на боковых движениях тоже прибавляют сильнее, чем хотелось бы. Или наоборот. Старайтесь контролировать скорость лошади и двигать лошадь то быстрее, то медленнее. Сейчас она чуть прибавила на принимании. И лошадь реагирует абсолютно в тот момент, когда отдаётся команда. Посмотрите, вот как была, как лошадь низко была опущена в первом фильме, и как она сейчас хорошо поднята вверх. Собранный шаг сейчас. Нет необходимости опускать его сильно вниз. Работаем на галопе в поднятом положении. Поиграем с ритмом. Сбор, лошадь в сборе. И иногда прибавляем по стенкам. Не обязательно по длинным стенкам прибавлять. Иногда по диагонали собираем, собираем. И двигаем снова вперёд. И стараемся, держим голову его всё время вверху. Чуть-чуть в разные стороны сгибаем. Контролируем прямолинейность. Менка была очень прямолинейная, как вы видели, это важно. Активно вперёд, и потом снова сокращение. Много часто меняется ритм движения. И если вы хотите, чтобы лошадь работала в разных положениях, в каждом, в любом положении, в любую секунду, то же самое вы должны требовать подносительно ритма. Сейчас лошадь идёт прямо, а теперь сокращается, и менка. И чтобы у вас получилась хорошая менка, играйте с ритмом, прибавляйте, сокращайте лошадь. И вы можете даже, вот на менках, на серийных менках, тоже менять ритм. Вы можете прибавлять, сокращать. Но старайтесь работать настолько прямолинейно, насколько возможно. Он имел в виду быть чёткими в своих командах. Если вы слишком, если вы нечётко даёте команду, и лошади могут заснуть. Ошибочка. И после каждой менки контролируйте лошадь, чтобы она оставалась вашей. И после того, как лошадь выдвинута больше вперёд, менка больше, выше. Посмотрите, лошадь высоко работает в шее. Ошибочка. Ошибочка. Ну, продолжаем, даже если ошибка. Не наказывай, не надо наказывать лошадь. Эта лошадь реагирует очень быстро. Подсобирает она его. Но иногда просто, ну, в зависимости от ситуации, иногда его надо просто продвинуть больше. В зависимости от ощущения, что даёт лошадь. Ритм чёткий, лошадь вверху. Из-за того, что он ошибся в прошлый раз, мы повторяем. Как только получилось, не надо повторять ещё раз. Контролируем прямолинейность. И всадник должен сидеть прямо. Много всадников согнуто в одну сторону. И тогда, вот сейчас, чуть-чуть. Мы прибавляем немножечко, меняем направление движения. При этом мы должны его сохранять в такое положение лошади. Иногда мы должны делать совершенно противоположное тому, что от нас требуется в тестах. Чтобы лошадь думала, что она должна ехать направо, но... Но когда вы высылаете его внутренней ногой, лошадь немедленно должна выйти вперёд. Всё время расслабленное тело, всё время... Руки спокойные, всё время не подняты вверх. Немножко рабочих пируэтов. Держим внутреннюю ногу внизу, поддерживаем импульс внутренней ногой. Правой ногой чуть-чуть назад, и сидим прямо. Многие всадники, когда они выходят делать пируэты, они вываливаются внаружу. И тренер, в общем, это должен контролировать и говорить. И корректировать это. Потому что большинство всадников не чувствуют, когда они вываливаются. Это сложно проконтролировать. Лошадь вверху, собрана. Наружную. Лошадь... Иногда, когда он не слушает, теряет импульс, сразу внутренней ногой его высылаем. И теперь, в одну секунду, как только мы попросили лошадь, он должен немедленно отреагировать и опуститься вниз. Как только всадник решит, что вот пора, лошадь тут же должна отреагировать. Этой лошади легко это делать. И прибавим вперед. Не бежим, не бежим, а прибавляем. Чуть-чуть он потерял импульс. Он не делает это каждый раз. Но он хочет показать, что вот такие упражнения, они помогают лошади быть гибкой. И с такими упражнениями лошадь никогда не будет бороться с вами.